Привет всем! Это Слен Серебряная Пуля, All-Extreme, и сегодня я отвечу на пару вопросов, которые мне часто задают в личку. Сразу скажу, что то, что я буду говорить, это мое личное мнение, основанное на моих тренировках, моем опыте, общении с людьми, наблюдениями за тем, как тренируются другие люди, чтении книг, опять же, тренировках. Итак, первый вопрос, который меня спрашивают, как я отношусь к кроссфиту и качалке. К кроссфиту и качалке я отношусь хорошо, я вообще хорошо отношусь ко всем спортивным дисциплинам. Затем мне говорят, ну вот, например, я начала там на пилоне делать какой-то элемент, он у меня не получается, и я пошел в качалку, чтобы прокачаться. Что я могу сказать? У любой спортивной дисциплины, у любой тренировки должна быть цель. У всего, что вы делаете, должна быть такая вещь, как целесообразность. Работа со своим весом, в частности, полдэнс, турник, воркаут, да, кроссфит и качалка преследуют совершенно разные цели. Я абсолютно уверен, что у любого трюкового элемента, у любого трюка, неважно технического плана или силового, есть свои подводящие, при помощи которых можно в кратчайшее время этому трюку научиться. Подводящие последовательно друг к другу, начиная от самого простого, заканчивая самым сложным. Если у вас какое-то долгое время не получается трюк, скорее всего вы делаете что-то не то. Либо вы делаете нити подводящие, либо вы тренируетесь не в том режиме. То есть, ваш режим тренировок фиговый, и он не позволяет вам нормально прокачаться. Что происходит в качалке? Если вы хотите, например, нарастить себе мышечный корсет, привести в порядок форму вашего тела, прокачаться в таких направлениях, как становая тяга, жим от груди, присед со штангой, тогда качалка. Но я не понимаю, каким образом это вообще тогда относится к полдэнсу, либо к работе вообще, к каким-то трюковым дисциплинам. Поясняю. В трюковых дисциплинах, при работе со своим телом, используются все мышцы тела, причем очень часто такие, которые не задействуются в обычной жизни. Например, я очень плохо представляю, как Нивиладу можно прокачать в качалке, или там, например, ласточку на одной руке, планш на одной руке. Это все прокачивается просто попытками. Мое мнение по поводу качалки. Зачем качаться железом? Качаясь железом, ты получаешь совершенно такие мышцы. Совершенно не может. Лучше ты будешь делать трюк, не знаю, раз в пять или десять, и ты накачаешь именно те мышцы, которые тебе нужны. В качалке все совершенно по-другому. Железо, оно не подкачивает так, как качает твой вес и твои упражнения. Кроссфит, не знаю, вполне может быть пойдет по дыхалке, качать дыхалку. Но бег в таком случае или прыжки на скакалке самое лучшее. Пара слов о тренажерном зале и о кроссфите. Я начинала заниматься и тем, и другим. Началось все с того, что захотелось попробовать чего-то новенького. И прозанимавшись тогда полтора года на пилоне, я подумала, почему бы и не потебать железо. Ну, что я могу сказать? Мое мнение скучно. Все это время меня преследовала навязчивая идея закинуть на одном из тренажеров флажок, повисеть в бланше. Но у меня много учениц, которые занимаются в тренажерном зале и ходят на тренировки по пилону. Ну, все как одна поражаются. Как же так? Я столько раз подтягиваюсь на турнике, я работаю, я приседаю с 50 килограммами дополнительного веса. Я, не знаю, делаю такие вещи столько раз, столько повторений, миллион тысяч подходов и так далее. И не могу всего лишь пробалансировать в одном флажке хотя бы 2 секунды. Но здесь нужно понимать, что в тренажерном зале и на пилоне работают разные группы мышц. То есть совсем далеко не факт, если ты пришел там 3 года, просанимавшись в тренажерном зале, качаясь до безума, там целый день зависая на железе, под железом, у железа и так далее. И придя на занятия по пилону, не смог даже провисеть 3 секундочки. Не нужно этому удивляться, это как бы все логично. Когда я пришла в пилон, я не могла подтягиваться, у меня не было шпагатов. Я плохо, ну, относительно, более-менее отжималась, но чуть-чуть. В принципе, обычная подготовка, как и у всех. Занимаясь на пилоне, соответственно, да, я развилась. Я не ходила ни в качалку, никуда. Я занималась именно на пилоне и делала обычные упражнения, как там приседания, подтягивания, пресс, отжимания. То есть это несложно. Это может делать каждый. Если вы делаете хорошую разминку, да, состоящую из этих упражнений, которые сейчас перечислила, вы подтянете себе. Во-первых, тело, разовьете силу. И стараясь на пилоне, как бы, да, не просто там, я не могу подтянуться, нет, надо стараться. Нужно стараться, вы себя разовьете. Не переживайте, что у вас нет подготовки. Пилон – это очень хорошая штука. Все будет. Кроссфит. Отлично. Это очень крутой функциональный тренинг. Для людей, которые не занимаются трюками. Опять же, я не понимаю, каким образом вы сможете научиться трюкам, занимаясь кроссфитом. Скорее всего, у вас просто будет не хватать сил для тренировок, для обучения самим трюкам как таковым. Потому что, когда вы не понимаете технику, вы будете тратить очень много сил на то, чтобы просто пробовать. То есть, сама по себе тренировка со своим весом, она и будет для вас вариантом кроссфита. Просто определите цель, что вы хотите. Либо вы хотите просто красивое тело, тогда, пожалуйста, кроссфит, качалка, что угодно. Если вы хотите суровые трюки, планши, флажки, невелады и так далее, комбинации, делать крутые комбинации на шесте, а на турнике, только долбите элемент. Долбите, долбите, долбите элемент. Многие известные трюкачи вообще никогда не ходили в качалку. Я за 15 лет, вот сколько я занимаюсь, с 99-го года я был в качалке месяц. Месяц я ходил в качалку. Свойство тела привыкать к тем нагрузкам, тем видам нагрузок, которые вы ему даете. Что силовым, что техническим. Чтобы понять, что же у вас в тренировках не так, как сделать их более продуктивными, почитайте книжечки. Например, книгу Павла Цацулина «Стать сильнее» или «Безоружный воин». Там он очень хорошо все описывает. У нас с Волчим есть статьи на блоге Paul4u, как тренироваться каждый день и прогрессировать. Есть такие классные книги, их две, по-моему, вышла, «Тренировочная зона». Там расписано, как придумать самому себе подводящие для тяжелых трюков со своим весом. Имеет ли смысл другим артистам цирка ходить в качалку и зачем они это делают? Некоторые артисты ходят в качалку, насколько я знаю, потому что тут был опыт работы и с братьями Алексис, также их знают, как братья Лорадор. Они работают в силовую пару. Им обоим сейчас под 50 лет, но их тела выглядят шикарно. Они ходят в качалку, они делают несколько упражнений на силу, то есть те же жимы, жимы здесь. Все остальные упражнения идут чисто на рельеф мышки, на то, чтобы подтянуть мышку, чтобы был виден красивый или некрасивый рельеф, чтобы тело, когда ты работаешь с голым тортом, чтобы оно все сделано шикарно. Да, для этого люди ходят в качалку. Некоторые за силой, некоторые только за рельеф. Но в целом большинство работает так, как работает. В целом большинство, насколько я знаю, в России работают без качалки. Что-то может быть иногда, но опять же, качалка, она может забить твои навыки, которые ты используешь в Эквилибре или в Воздушной Гимнадии. Какие-то технические навыки, да? Да, да. То есть мышцы, они забьют. Те же спортсмены, которые приходят из большого спорта и стараются сделать номер на стропах или какие-то элементы на стропах, тот же обыкновенный плажок или Нивелада. И у них не получается. У них настолько затянутые и забиты мышцы в плечах, что они не дают им спокойно лечь. Им легче держать планш на одной руке, чем лечь в облажок. Есть еще такая вещь, что тренируешь, то и тренируешь. К примеру, приходите вы в зал, хотите научиться сальто. И когда начинаете пробовать, понимаете, что ножки у вас как-то подкачали, сил не хватает. И вы думаете, я вот сейчас буду каждый день бегать. Прокачаю ноги, потом приду в зал и сделаю сальтуху. И вы начинаете бегать, 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 бегать. И чтобы вы думали, вы становитесь классным бегуном. Но сальто вы как не умели, так и не умеете. Я бы посоветовал, что даже если вы, например, чувствуете, что у вас не хватает сил, просто продолжаете делать. Даже у сальто есть подводящие с самого-самого простого до самого сложного. То же самое есть у абсолютно любого элемента. Начните с простого, потом будете прогрессировать, будете чувствовать, как вы становитесь сильнее. Плюсом вы будете нарабатывать технику. То есть то время, которое вы потратите в качалке, тупо накачивая мышцы, причем еще не совсем ясно теле, вы это время потратите с пользой, еще и постигая технику элемента. Потому что техника – это самое сложное. Силовуха прокачивается быстро, относительно, несколько месяцев. Технику можно прокачивать годами. Комбинации можно прокачивать годами. Зачем терять время, занимаясь бесполезными вещами, в то время как можно все совмещать? Есть такое понятие, как бритва окама. То есть не стоит усложнять простое. Не стоит усложнять простое. Делайте элементы, просто делайте. И они будут получаться все лучше. По поводу питания и спортпита. Я считаю, что не очень хорошо кушать много спортпита, когда вы занимаетесь два раза в неделю. Спортпит – это профессиональное питание для профессиональных спортсменов. Я не думаю, что человек, занимающийся два раза в неделю – это профессиональный спортсмен. И даже три, и даже четыре. Нет. Это любитель, который… Да, 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 я занимаюсь. Понимаете, если вы фигачите практически каждый день, шесть-семь дней в неделю, целый день вы на ногах, вы, короче, что-то делаете, там, пилон, там, не знаю, паркур, там, я не знаю, все что угодно, танцы, куча танцев, вы преподаватель, вы еще выступаете. Тогда, да, нужно задуматься о витаминах дополнительных, потому что у вас не всегда получается полноценно покушать, полноценно получить витамины, полноценно отдохнуть. Да, тогда мультивитаминные комплексы и спортпита – отлично. Но я очень мало знаю людей, которые занимаются шесть дней в неделю, очень мало. И даже они не принимают спортпит. Поэтому я считаю, что он не нужен. Есть очень много продуктов, которые очень хорошо восстанавливают. После тренировки первые полчаса вы кушаете продукты, и самые полезные, они идут сразу на восстановление. И за два часа до тренировки не кушать лучше. Ну, можно что-нибудь такое маленькое, сладенькое, чтобы было много энергии. Но это чуть-чуть совсем, и лучше не приходить с супом в желудке, там, не знаю, с мясом в желудке, с полным желудком тренировку. Говорить, я недавно поела, но я целый день не ела, я не знаю, сделаю я сейчас что-нибудь или нет. Это неправильный подход к тренировкам. Если вы хотите тренироваться, пожалуйста, вы должны понимать, что вам нужно себя чувствовать достаточно легко и полным сил. Что касается спортивного питания, то я ничего против этого не имею, даже сама грешна. Кушаю витаминки. Вот, например, мне очень нравится серия Animal. Это вот Animal Pack. Мультивитаминный комплекс для качков. Конечно же, внешний ты эффект не ощущаешь, но нужно понимать просто, что с нашими нагрузками нам необходимо кушать витаминки. И из той же серии Animal Flex. Это витаминки для костей и суставчиков. Особенно они полезны будут, опять же, для нас, ну и для тех, кто тянется. Ну и опять же, для того, чтобы мышцы восстанавливались побыстрее, я пью линокислоты. Фирм очень много в спортпитании. Вы можете выбрать для себя подходящий. Я пока что остановилась на фирме On, аминокислоты. Ничего против не имею. Отношусь к этому спокойно. Просто определилась для себя, что мне нужно. На данный момент мне нужны витамины для того, чтобы мышцы скорее восстанавливались. Я никогда в жизни не употреблял спортпит. Я очень хорошо к нему отношусь. Пожалуйста, ешьте, там, что хотите, там, пейте всякие аминокислоты. Не суть. Это лично мое мнение. Я провожу над собой небольшой эксперимент. То есть, как может обычный человек на обычной еде прогрессировать и учить силовые трюки. Вот, я ем обычную еду. Это рис, гречка, какие-то штуки из теста. То есть, там, пулки, пироги, блины, лапша, рожки, творог. Вообще, в принципе, ни в чем себе не отказываю. Мясо ем, но очень немного. И не считаю, что мясо восстанавливает хорошо после тренировок. Наоборот, мне не очень нравится его эффект. Кушаю я все, но стараюсь соблюдать меру. После чемпионатов у меня обычно срывает крышу. Я накидываюсь на торт и вспоминаю о том, что как бы, Алена, хватит, хорош. В куске, наверное, на четвертом. Ну, в плане питания, конечно, я совсем не пример для подражания. То есть, я этим абсолютно не горжусь и понимаю, что нужно работать над собой, над тем, что ты кушаешь, когда ты кушаешь, как часто ты кушаешь. В общем, здесь позиция моя понятна. Кушать все, но в меру. Кушаю все, но в меру. Естественно, торт за целый день я не съедаю. Хочется торта, маленький кусочек можно. Хочется Макдональдс, пожалуйста. Но не каждый день. Когда я была маленькая, мои родители работали в Австрии. В Тюрке Шапито. И после одного из представлений к папе подошел один мужчина. Тоже спортивного вида, все. Но в разы меньше, чем папа по фактуре, по фигуре своей. И он поблагодарил за представление. Зашел, сказал, что очень приятно. И он представился как действующий чемпион Австрии по бодибилдингу. И был, как я вам еще раз повторю, в разы меньше, чем папа. И он спросил папу, если папа управляет специальные какие-то протеины или анаболики, или еще что-то. Папа никогда этим не увлекался. И он, естественно, ответил нет. Ну, хорошо, ладно, все. Поговорили и разошлись. После этого папа решил, а может быть стоит попробовать протеины, протеиновые коктейли. А он попробовал вместе с моим дядей, так как они работали вместе с новым паром. Где-то месяц, два или три они пили эти протеиновые коктейли после и до тренировок. Разницы, по-моему, не почувствовал никакой. Соответственно, как я вижу на опыте моего папы, что это, в принципе, для трюковых не действует. На самом деле, для тех, кто занимается трюковыми вещами, более близкими дисциплинами будут воркаут, силовой джимбар. Я бы посоветовал походить в акрозал. Попрыгать на батутах, попрыгать в поролоновую яму, попрыгать сальтушки с турника. То есть вот это никогда не будет лишним. И, кстати, очень хорошо и полезно эта стойка на руках. На локтях. Это укрепляет ваш плечевой пояс, ваши руки, и вы перестаете бояться находиться вниз головой. Боже мой, некоторые переворачиваются на пилон, такие, где я, что делать? Вот, стойте на руках у стеночки. Это очень поможет. Дополнительная помощь к полдэнсу я бы посоветовала ходить на скалодром. Это офигенно прокачивает ваши пальцы, которыми вы хватаетесь за пилон. Это офигенно прокачивает вообще все тело, ваши ноги, потому что вы пытаетесь залезть, все тело работает. То же самое, когда мы на пилоне занимаемся, у нас тоже все тело работает. Также походить на батут. Для тех, кто хочет делать какие-то прыжки офигенные, сальтухи, походить на батут обязательно. Понять вообще, как группироваться, как прыгать, как быстро переворачиваться. Очень многие вообще не понимают, как быстро повернуть свое тело. Вот, батут вам поможет. Ну, что касается меня, в последнее время я увлеклась акробатикой прыжковой на батуте, на ковре. Постоянно делаю подкачку. Также на пилоне, без пилона, у шведской стенки, у стенки простой и так далее. Ну, и посетила пару занятий по контемпори. Это достаточно популярное направление в наше время. Занялась я совсем не потому, что оно популярное, а просто потому, что чувствую, что это мое. Ну, и обязательно прислушивайтесь к вашему телу, к вашему организму. Потому что рано или поздно со всеми вашими нагрузками он может послать вас нафиг. Нужно не забывать о том, что необходимо организму расслабляться. Бассейн, массажик, один день выходной и так далее. Опять же, я абсолютно уверен, что прогрессу способствует хороший отдых и хороший сон. Ем, что вадёс. Но отдых – это святое. Восстановление должно быть только тогда, когда вы сможете нормально прогрессировать именно в силовых трюках.